Немножко отвлечься и перейти чуть-чуть в другую тему, но она связана с нашей и рассказать про о Беште и о хасидах и о том, как это возникла вся история. По этому поводу я, выполняя пожелания трудящихся, попробую немножко рассказать. Вот, правда, что самый большой анекдот состоял в том, что до приблизительно 75-го года прошлого века, 1975-го, еще существовали вполне серьезные люди, которые доказывали, что Раби Исраев Балшертов – это вымышленный персонаж, которого никогда не было. Это такая, ну была такая историческая школа, она и сейчас есть на самом деле, но ее как-то немножечко придавили. Это супер критицизм такой. Идея состоит в том, что ежели у меня на какого-то человека нет документа, то его и не было. Ну и знаменитая пародия на все на это о том, что Наполеона никогда не существовало. И 19 век – это пародия, фельгетон довольно знаменитый, что Наполеона никогда не существовало. И это миф о Солнце, 12 его маршалов – это 12 месяцев года, ну и так далее. Это такая пародия на все на это, но правда, что это действительно так. Почему в 75-м, по-моему, году начинание с сия школа прекратилось? По одной причине. В архивах Радзивиллов, это Польша, обнаружились две записи, в котором Раби Исраэль – а доктор в одной записи, а в другой – а каббалистов. И его ученик Герсон, многократно где упомянутый, освобожденный от налогов в городе Меджинижи. И вы знаете, вот считать мифическим человек, который получает письменное освобождение от налогов – это уже перебук. Все-таки на этом вся эта школа прекратила свое существование. Но я реально говорю одну действительно реальную проблему. У Бешта не нашлось биографа. На самом деле, если мы что-то о нем знаем, это книга Шефхей Бешт, хвалы Бешту. Книга, безусловно, очень интересная. Но, естественно, там, как университетские ученые, любой, отнесется к фактам в ней с большим скепсисом. Ну, потому что он университетский человек. Куда же он денется? Надо сказать, в одном религиозном журнале Хаббатской статье, что длинная статья, которая начинается с того, что, несмотря на огромную литературу, о его биографии Бешта и реальных событиях жизни практически ничего не написано. То есть мы сталкиваемся с фигурой, которая существовала недавно. То есть недавно, исторически недавно. Где-то начало движения. Ну, родился он приблизительно там в 1700 году, приблизительно. 1700 год – это что у нас? В истории России это Петр Первый, да? Ну, вот, чтобы было на что опираться. Конец жизни – это какой-то там 1770 какой-то там год. Это у нас уже Екатерина Великая, да? То есть, ну, вот, ну, просто в качестве опор. Ну, чтобы было понятно, детство Бешта кончается приблизительно в районе этой самой Полтавской битвы. Ну, вот, вот просто ориентиры. Человек, который, и здесь важный момент, ну, то, что человек в те времена мог потеряться из всех документов – это ничего удивительного в этом нет. А вот человек, который оказал такое влияние на все дальнейшее еврейство и не оставил следа – это уже перебог. Дело в том, что одна из важнейших проблем, связанных с Бештом, состоит в том, что он не оставил после себя книг. Он не писал книг. Более того, нет, есть одна книга, которая утверждается, что ее написал сам Бешт, но я в это не верю. Эта книга называется «Кеттер Шемтов». Но, знаете, в «Шефхай Бешт» есть история про то, как, значит, как известно, Бешт запрещал своим ученикам записывать то, что он говорит, просто вести записи. Как-то он поймал ученика со сборников записей, что он сказал, который делал дома. Так посмотрел, сказал, так я ничего этого не говорил, сказал Бешт. Хотя, опять, на его слова ссылок множество. Причем писали серьезные люди, в том числе один из его ближайших учеников, Янкев-Йосифа Споланнова. Это первая хасидская книга, кстати, автор, Толдот Янкев-Йосифа Споланнова. То есть, это одна статья. А как же упоминается некое завещание Бешта во многих местах? ЦВА, завещание Бешта, это на самом деле сборник, так как я эту книгу читал, это сборник наставлений, завещание, вот литература завещания ЦВА, она есть. Это сборник наставлений морального и этического плана в жизни. Это не… И является ли автором, опять, есть люди, которые утверждают, что автор Бешта, я не уверен, но это действительно одна из первых напечатанных хасидских книг. Это правда. Завещание Бешта, это еще большой вопрос он. Хотя, опять, есть люди, которые утверждают, что это таки да он. Но я не вижу, и там стилистически есть несколько мест, где явно пишет «сказал Бешт», то есть кто-то его слов записывает. Так что я не уверен. Но смотрите, тут, чтобы было понятно, Раби Ицик Ашкенази, более известный как Ари, да, Аризаль. Собственно, вот такая полка книга Аризаля пикантна тем, что их написал не он. А так все в порядке. Написал он их там, большей частью Рэбхайм Виттель, ну и так далее. То есть одно к другому. Причем собрание Секшини Аризаля так и вышло, с такой вот маркировки на всех корешках. Не корешках, а как они называются. Значит, что известно про него? Давайте вот попробуем. Сами понимаете, что вот детство человека пришлось, значит, по мнению Хаббада, Бешт родился в 1698 году, и я склонен принять эту дату по внутренним обстоятельствам, связанным с детской биографией. Звали родителей, значит, ну опять по преданию, тут на что нам опираться есть. Элиезер и Сара звали родителей. По преданию, им там было под 100 лет. Ну, то есть они были очень старыми. Там есть какая-то легенда о пленении Сары. Там длинная история есть, но она в стороне. Кстати, между прочим, день рождения Бешта мы отмечаем через три дня. Это 15 августа 1998 года. Если кому-то там по гольскому стилю. 18-я Лула. Тоже где-то здесь рядышком. Значит, ну да. Значит, город, где он родился, называется в евреи, в Шеф-Хэ-Беш, называется Акоп или Акуп, как прочесть. Где находится этот город? Споры многие. Значит, я там видел, что его в Валахию вообще помещают куда-то, что ни в какие ворота не лезет, он никак не связан с городом Акоп, никак не связан с биографией Бешта, просто в Валахии. Причем еще Зальпинская туда, совсем на запад. Он скорее туда, окрестность Каменецка, Жванецка, вот эта вот часть Украины, вот сюда надо брать. Ну, современной Украине. Подоле, вот район Бешта, деятельность Бешта, вот довольно очевидно, район деятельности Геннаджиевской Бешта, это район Подоле. Вот посмотрите на карту Украины, найдите Подоле, и вы попадете куда-то вот туда. Вот это довольно очевидно, просто вот по биографии. Значит, если это действительно окоп, тогда это окоп Святой Троицы. И опять, кто знает географию Украины, это район слияния Днестра со Сбручем. Это вот там. Днестра со Сбручем, да. Это там. Если мы правильно берем даты, то как раз детство, знаешь, что прошло в идеальное время, вот я в связи с этим вспоминаю, всегда великий анекдот о математике, ой, львовский математик, ШШШ, сейчас не вспомнил фамилию, значит, у него спросили, какие самые счастливые дни вашей жизни. Говорит, я даже знаю точно три дня самых счастливых дня своей жизни. Это называют годы и даты. В этот день немецкая германская армия 45 лет уже ушла из Львова, а советская еще не пришла. Так вот, не шпигал, сейчас, не важно. Значит, так вот, вот период детства, знаешь, как раз прошел замечательный период между войнами и город Ако был заброшен, это была военная крепость, которая была заброшена по там одному из мирных соглашений, и в 11-м году, когда он оставляет этот город, его опять начинают делать военные крепости, он как раз там оказался мирный, у него оказался, он попал совершенно роскошно, неожиданно для Украины той поры, а все помнят, что это за период там все-таки Петр I воевал в Украине, и там турки, шведы, поляки, и кто там только не развлекался в это время. То есть, ему ужасно победил в период детства, у него выпал в очень счастливый момент. Значит, опять-таки, значит, рано осиротел, вот что здесь важно, он рано осиротел, кто его содержал и как, непонятно, но я хочу заметить одну вещь, что значит, его второй брак был заключен со семьей цветом европейского еврейства. Его жена из раввинской семьи с родословной от сюда и до обеда, читайте трудословно. по тогдашним временам брак сироты из простой семьи Сары Элизера с такой женщиной невозможен. он просто невозможен. А этот брак состоялся. То есть, то, что ему было, что предъявить брату жены, почему этот брак возможен, очевиден. Вот это важный такой момент. он не ниоткуда. Оттого, что мы не знаем, откуда он такой, он точно не является человеком ниоткуда. Причем брат его жены его поддерживал всеми силами, причем весьма основательно. Это очень серьезная история. Значит, да, он значит, он да, умер в 60-м году, я не правильно сказал, не 70-м, а 60-м. Про детство его рассказы довольно обычные. Значит, вот я люблю сопоставлять две биографии. Вот есть биография Вильямского Гаона про Бельяку из Вилья. И биография Бельщин. Вильянский Гаон родился в семье Равинов, в 13 лет прочел зубодробительную лекцию в честь Багнецвы, от которой все пришли в восторг, в 16, по-моему, или в 17 отправился в Галут. Это такое вот правило, что равинские дети и ученики Еши отправляются на год скитания, чтобы мир посмотреть, и с людьми посмотреть, как выглядит реальный мир. Это обычай. Но вот Бакхана, вот это обычай еще средневекового студенчества. Где-то год бродяжничества студенту предписан практически. и это был обычай в еврейских общинах. Обычай многократно где упомянуто в год бродяжничества в юности просто предписанное мероприятие. И вот он отправился в год бродяжничеств, потом вернулся в Вилино и больше никогда из дома учений не выходил до самой старости, до самой смерти. Он с этого момента доработал непонятно кем. Единственная неприятность. Кто-нибудь обращал внимание, почему он Виленский Гаон, а не Виленский Раф? Откуда такой титул? Дело в том, что титул Гаон не принят в Европе напрочь. Время Гаонов как титулов А это Азия, это Египет, Вавилон, земля Израиля и ко временам Рамбома там последние Гаоны остались. Титул Гаон уже не используется, Рамбом уже хихикает над этим титулом. Титул себя изжил. Остались Гаоны только главы багдадской ешивы. Это единственные Гаоны в мире и это просто автоматический титул главы багдадской ешивы. Больше Гаонов нету как титулов. Нет, регулярно пишут такой-то Гаона Мити, но это слово перешло в значение гений. Оно просто сменило смысл. А виленский раб из Вильна он Гаон. По самой смешной причине община боролась с предыдущим раввином и просто отменила должность раввина города Вильна. Нет такой должности. Поэтому рабом виленским он не может быть, чтобы такой должности не было. И был он Гаон по этому поводу, потому что другого на самом деле все, что у него и разница очень важная. РАФ имеет право подписи на документах и они обязательно к исполнению на некоторых сортов документов. Там длинное описание как выглядят правила общинного. Так вот Виленский Гаон не имел права обязывающей подписи. Он давил чисто авторитетом. Правда авторитет был непререкаемый. То, что он говорил всегда исполнялось, но при этом официально издать официальный приказ он не имел права. Это особенность в городе Вильнюк. Вот это совершенно академический человек. Идеальная биография ученая. Родился учился там, там, там и там учил такого-то, 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 оставил какие-то труды и умер. Остальное смотри научные труды библиографии. Вот это Виленский Гаон. Вот Виленский Гаон идеальная биография классного ученого. Кстати, действительно энциклопедиста супер классного настоящего энциклопедиста редкостного достатка. У Бэшта родился непонятно где, осиротел в непонятно какой семье. Потом точно известно, что ушел бродяжничать. Вот Шефхей Бэшта пошел в лес, познакомился с некоторым евреем мэером, тот взял его за руку и увел. Чему-то там учил, там, где они бродяжничали. Чему, когда, как. непонятно. Вот значит, теперь скитался он так где-то до сорокового года, то есть ему уже сорок или сорок восемь, а сел в Меджабыже. причем его туда зазвали, обещав преференции, ему обещали освобождение от налогов, содержания и деятельность непонятно какую. Где он и прожил до конца жизни. Причем в отличие от Виленскому Гаону у него значит стояла во дворе готовая к старту телега и он на ней регулярно экипаж и он на ней регулярно разъезжал по всей окрестности к Меджабыже. Значит, Меджабыже он и похоронен, но известно, что у него была дочь Адель, и сын Цвигирш. Значит, что здесь важно, Адель это мать раби Баруха из Неджибыже и она же бабка раби Нахмана из Братслава. Вот это парень. Да, но для пикантности раби Нахман из Братслава терпеть не мог своего дядю Баруха из Неджибыже и выражался о нем неприлично. Да. Тем не менее, мы обнаруживаем вокруг Бэш происходит некоторое постоянное шевеление, причем шевеление очень странных людей. и вот обратить внимание, для того, чтобы понять, почему вдруг Бэш оказался центральной фигурой, человека, которого мы не знаем, мы на самом деле, вот как мы определяем, что в воду бухнулся камень по кругам по воде, так мы определяем по кругам по воде. А круги по воде выглядят следующим образом. К этому моменту прияте городов в Польше, потом в Польше я имею в виду вот Польша плюс Украина вместе, чтобы не особо разбираться, что есть что, потому что там немножечко есть разница, но лучше не лезть в эту область. То есть при университетском изучении там нужно понимать, где что, но так вот значит в Польше создаются кружки каббалистов, в Штиблах. Штибл это такой гибрид синагоги с домом учений. Причем цель их создания кружков такого сорта не распространение каббалы и не обучение народа каббале, не подумайте чего плохого, а просто чтоб каббала процветал. И на самом деле можно легко доказать, что например второй дед рабин Ахмана значит Адель его бабка он был еще дед, который ну прадед, есть прадед Бэшт, но рабин Ахмана считал себя в большей степени наследником не Бэшт, а рабин Ахмана из Гродэнки. Так вот рабин Ахмана из Гродэнки встречи их с Бэштом описывавши в Хэйбэш несколько раз. И там искры летели. То есть в начале рабин Ахмана из Гродэнки просто не принимал Бэштом напрочь раби Сруэли. Дело в том, что Бэшт, когда приступил к деятельности, значит я просто цитату хочу. приблизительно, ну вот давайте так, открытая деятельность Бэшт до приблизительно 34-го года, то есть 36-ти лет жизни. Чем он там занимался? Есть только анекдоты. Занимался он, он пытался работать извозчиком, был оголый, то он работал с эйфером, песцом в общине, то он, причем каждый раз его выгоняли со скандалом, то он работал меламидом, то он вдруг оказывался на почти раввинской должности какой-то. То есть какая-то страннейшая деятельность. И вдруг где-то в районе 34-го года, 33-го, есть прямое обращение, есть письмо, сохранившееся письмо, но понятно, что письмо, оно переписано брату-жены, переписано брату-жены, и оттуда идет это письмо. Но вдруг он говорит, что пришло время заниматься практической деятельностью и начать распространять учения. Вот с этого момента начинается как раз его открытая деятельность. Он пытается, и вот здесь в чем состоит открытая деятельность? Вот это важно. До этого и кружок каббалистов в городе Меджибыжи, например, есть кружок каббалистов аналогичный в городе Черткове, и можно еще несколько городских причинств. Они занимались каббалой цель занятия, чтобы земля крепче стояла. Вот ровно только мы не занимались никакой внешней деятельностью от слова вообще. Вот грубо говоря, для тех, кому легче так ориентироваться, это такая монашеская жизнь, чтобы земля хорошо стояла, я изучаю каббалу, и это мой клад в общественную жизнь. Я не даю уроков по ней, я не беру учеников. Я вот так этим живу. В чем разница? Такие люди есть и были и раньше, но это не были кружки. Вот тут происходит один интересный момент. Я глубоко убежден в том, что от раби Гудыга Хасида до Бешта существовал еврейский орден Ламат-Вабников 36 праведных. Я глубоко убежден, что он существовал. Но он был тайный по-настоящему, без дураков. Это каббалистическое совершенно занятие. А при этом его члены, вот здесь важный момент, не занимали никогда раввинские должности. Они не занимали властных должностей. Как правило, были мастеровыми невысокого уровня. Вот не ищи ты там гениальных мастеровых. Этого там тоже не было. Сапожники, песцы, что-то такое. Самое разное. Купцы. Я не буду сейчас рассказывать об образе жизни. Это отдельный образ жизни. Вполне женатый кстати люди. И например учитель Адам Вальшентоф. Адам это имя и в отличие от того, что многие говорят, Адам это имя, которое было принято вполне у польских евреев. Двойное обычное имя Адам Менч. Естественно, с переводом Мэйбиш, как это принято в польской общине. До Вер З Вольф такой же Адам Менч. Это вполне принято имя было. Кстати, в этом ордене было несколько Адамов. Учитель его учитель и вот здесь очень важная вещь. Это человек, который Бэшт Раби Исраэль считал, что он имеет право ему приказывать. Это серьезные отношения. Адам Шэм Тов потребовал, чтобы Бэшт перешел к открытой деятельности, чтобы было крепко неподушевавшим того. Раби Раби пишет отчаяние брату и жены о том, что у него не лежит сердце. Я не хочу. Мой учитель грозится, что он никогда больше со мной не встретится, если я откажусь. он пишет негрозное письмо немедленно явиться и начинать деятельность, то есть он явно абсолютно не желает бросать это жалобы, сохранившиеся на бумаге. Ему совершенно не хочется бросать вот эту бродяжью жизнь человека, которого зовут никто, имя его никак. Его это не страйк. Кстати, в этот период, когда вот он был никто и имя его никак, он там были моменты, когда подвязался вполне на деятельность балшемов. Балшем это вполне такая деятельность амулеты писать, больных лечить. Я несколько книг балшемов видел, это интересно, амулеты наговоры рецепты вполне себе то, что сегодня называется натуропатические какую-то травку кому давать при каких вещах. То есть эдакий гибрид фельдшера с который действует не только натуральными средствами, но еще и симпатическими, по-моему, идеальными вариантов туда. Балшем этим тоже баловался. Да. Значит, да, что было понятно, вы догадываетесь, как в европейских странах относились к Балшему, в том числе еврейским. там вон есть совершенно роскошное это самое сохранилось роскошное дело следственное по делу о зеленой книге какого-то Большинтова, которого в конце концов посадили в башню за то, что у него дома лежит гримуар, то есть книга колдовства. И, в общем, он погиб в этой крепости во время наводнения. Такие процессы тоже были. Значит, деятельность такая была. Но что произошло? Вот то самое письмо 1933 года, 35 лет Большинтова в этот момент, Радис-Рой, он тяжело вздыхая начинает реализацию программ. Теперь, что такое открытая деятельность? Открытая деятельность предусматривает реализацию какой-то программы. Большинтова это некоторый проект. Причем проект не его. Вот это важный момент. Это проект его наставников, которые, удивительное дело, имеют наследственный титул Большинтов. Йоэль Большинтов из замочи, Адам Большинтов и так далее. По списку можно привести шесть поколений просто передачи титул. Значит, эта программа первая. В чем состояла программа? В чем состоял проект? Он, хабадники, приводят его на каждом углу. Тайны никакой нет. Это опубликовано всюду, просто слишком много трепет это письмо и это высказывание, а она очень простой текст, и его просто надо понимать, что в нем написано. Вот так как его трепет слишком много это письмо, то люди просто прекратили замечать, что в нем написано, потому что из него идет просто некоторый лозунг. Лозунг это неудобно, на самом деле для работы. Итак, письмо выглядит следующим образом. Я спросил у Машеха, я это Баошенто, когда придет Мар, когда придет господин Эйматай Батар Мар. И он ответил мне, ты узнаешь, Машеху, хочу заметить, когда придет господин, вот это обращение к Машеху, она в Талмуде несколько описаний, есть встречи с Машехом, с вопросом, или с пророком, приехал с вопросом, когда придет. Там идут ответы совершенно разного судьба. В данном случае это тот самый образец. Ты узнаешь, как только распространится твое учение и раскроется мир, и твои источники разовьются наружу. Тот самый лозунг Хаббата, один из главнейших, И раскроется в мире то, что я научил тебя, и ты постиг. Вот в чем учение? Я понял. Я понял. Я распространяется твои источники наружу. В чем учение? Что за цель? Она теряется в этом месте. Ответ следующий. И все они смогут сделать их уделим и вознесение души подобной тебе. И тогда уничтожится вся ситраоха, нечистая сторона мира, и будет время благозловения и спасения. Далее конец цитаты. я, Раби Сарабар Шантов, письмо, кстати, 1946 года, поразился этому и огорчился великим огорчением от такого длительного срока. вот внимательно Бэшт услышал то, что ему сказано и оценил время реализации того, что от него требуют. Я огорчился великим огорчением от такого длительного срока, то есть требует безумно много. А что именно делать ехудим, весь Израиль должен научиться делать ехудим и безнесение души. Суча брак немало. Вот здесь то, что я многократно пытался подчеркнуть и сказать вот у философов есть два варианта пророчества описания. Одно, скажем, у Рамбома, а другое у Саади Гаона и, скажем, у Крестуса. Вопрос о пророчестве выглядит следующим образом. По Рамбому пророчество это вознесение души, это восхождение души по древу разума к небесам, к Богу. И как бы человек прикасается с высшим пророчеством. По Саади Гаона и Крестуса. Человек должен сделать свою душу себя уютным, чтобы Бог согласился здесь остановиться. Он должен сделать себя привлекательным, чтобы если понадобится дать пророчество, мог оставить его вот здесь, на том человеке. Два разных направления. Кстати, Раша именно это направление берет. Теперь вот у Бэш мы обнаруживаем куда более интересный. Еще один вариант на эту тему. И он куда как более практичен. А именно есть пророчество, человек готовит себя к тому, чтобы стать пророком, и это обязанность каждого верующего еврея. А есть вознесение души. Бэш по Мэймониде. Бэш бэн Мэймон. Так вот это разные дела совершены. Это разные занятия. Вот это уже неожиданность. И очень большая. то есть как бы вознесение души, не то что пророчество, но попадание на какой-то уровень верхних миров, это вопрос подготовки и знаний. Это можно сделать мистическим образом. Но это не пророчество. Вот что у хасидов хорошо различается. Внимательно читайте хасидские книги они никогда не говорят о пророчестве. Они говорят именно о вознесении. Это совершенно разное действие. Причем вознесение, оно как бы даже не очень связано со святостью, а связано с обучением и некоторым умением делать кое-какие номера. Так вот, Бэшт говорит, весь народ должен научиться делать яхуд и алият на шаман и вознесение бэши. Вот это и есть программа бэши. Теперь что получается? Получается следующее, что и яхуд и алият на шаман и то и другое действия совершенно элитарного толка. Они для простых людей они не для них как бы созданы. Такого рода деятельность, обучение такого рода деятельности может идти в закрытых заведениях, куда отбирают так что сам отбираемый даже не знает, что его отбирают, тщательно выбирают людей и собственно говоря орден, о котором я говорю, орден ламотваловников он именно такой. ламотвалы. И вот бэшт как раз должен сделать перенос. Все вот эти каббалистические штучки, а именно ехуд и алият на шама, теперь нужно сделать так, чтобы каждый это умел. Вы долго будете смеяться, это вполне реалистично. И если вы не замечаете, то первоначальный хасидеизм очень сильно замешан на каббалистических ходах. Там очень много от каббалы. И как бы идея состоит в том, что каббалистические основные ходы и рассуждения это вещи, которые должны владеть всем. Любой хасид должен в какой-то мере знать некоторые вариации каббалы. Обычно говорят слово хасидут имея в виду такую лайт версию каббалы, как по-русски облегченную версию каббалы. Но это не как это сказать? Теперь надо подобрать слова. Она вот эта версия, которая первоначальная должна была быть, она должна быть на уровне автоматизма возведена. То есть она подразумевает не только знания, но и кое-какие умения в этой области. И первоначально хасидизм был именно вот таким. Понятно, что отсюда начинается обучение хасидизму каббали, каббала в массах. Понятно, что естественно возникает вопрос вот дайте я проиллюстрирую, это будет полезно. Вот я специально беру самую известную историю, которую очень усилили переводить. Как-то Раби Леви Ицеха Сбердичева Раби Леви Ицеха Сбердичева не ученик Бэшта, а ученик Межреческого Магида. Это следующее поколение. И неофициальный глава хасидизм вообще целого поколения. Как-то он увидел возницу, который поутру смазывал колеса телеги и одновременно, чтобы не терять время, читал утренние благословения. Посмотри на народ свой, закричал Раби Леви Ицеха. Даже смазывая колеса телеги, он не прерывает молитву. Эту Майсу знают все. И собственно говоря, обычно ее понимают ровно в том смысле, что Раби Леви Ицех так любил народ Израиля, что что бы он ни делал, он всегда находил ему оправдание. Это кстати, это правда. Свойство Раби Леви Ицеха находить оправдание кому угодно, за что угодно, это известное его свойство. Он народ оправдывал всегда и всюду, и был таким защитником народа. Но именно про него же рассказывается, что когда он умер, то так как он безусловно припал к престолу Всевышнему и уговорил бы его спасти народ Израиля, чтобы это не допустить, так как время еще не пришло, его сделали ангелом субботних свечей. Это про него. Это правда его свойство, но дело в том, что в этой истории есть другая сторона. Вот это и есть учение Бешха. Человек, который смазывает телегу, должен при этом понимать, что он не просто смазывает колеса телеги, а он устанавливает мост между колесами, грубо говоря, этого мира и небесными колесами. так это должно быть. На самом деле Рэбби Ленин говорит очень сильную вещь. Идеал выглядит так, что человек, который смазывает колеса, это само действие молитвы. Я напоминаю ту историю, которую регулярно приводят, то же самое. Профет наш Авраам соблюдал всю Тору. Как это? Она же еще была не дана. когда про отец наш Авраам, я рассказываю Медрэш, когда про отец наш Авраам ставил забор, он выполнял заповедь наложения тфилина. Не имеется в виду, что он носил тфилин, но устанавливая забор, он устанавливал ту же связь с небесами, которую евреи после дарования Тору должен делать, накладывая тфилин. По крайней мере, так это понимается в учении Бешта. это учение Бешта в чистом виде именно Бешта, не его учеников, не то, что он превратил из хасидизма. Это чистые, незамутненные учения Бешта. Это есть его проект. Это то, чего он хотел добиться в мире. То, чего от него потребовал его учитель и подтвердил Машех в письме от 1746 года. Ну, вот, где-то вот так сегодня. Да. Если есть вопросы, я готов попробовать ответить. Понятно. Вопросов, похоже, нету. Тогда всем макет шаббес. Большое спасибо. Шаббат шалом.